Приходим, говорят, Кришна все привлекающий. Слышали, да, про это? Но вот чудо, нас он не привлекает. Поразительно просто. Почему так? Блохи не дают нам привлечься Кришной. Не дают блохи. И знаете, почему не привлекает Кришна? Я сегодня, когда медитировал на стих из Бхаджа Нарахаси, с преданными обсуждали это. Кришна привлекателен для тех, кто хочет служить. Понимаете? Во Вриндаване. Кришна, значит, все привлекающие. Во Вриндаване. Во Вриндаване все сходят по Нему с ума, потому что, когда Ему служишь, то Он так отвечает, что сходишь по Нему с ума. А если не служить, если вы пытаетесь, это, знаете, если взять гармошку и попытаться использовать ее, я не знаю, как молоток. Неудобно, понимаете, неудобная вещь какая-то. Но если попытаться из нее извлекать музыку, да, о, хорошая вещь. То есть она предназначена для игры, а не для забивания гвоздей. И точно так же привлекательность Кришны проявляется, когда Ему служишь, а не когда Его пытаешься эксплуатировать. Когда Его пытаешься эксплуатировать, Он горький. На вкус горький. Да, помните, Харе Кришна повторяет, и горечь такая. Господи! Что же за аскезы такие? Пойду в другую секцию. Там не заставляют повторять святыми. Именно что-то попроще там есть. Поменьше правил. Людям нравятся религии, где поменьше правил. Это называется хорошая религия. Говорят, у вас плохая религия, вас много заставляют делать. А у нас хорошая религия. У нас просто раз в год что-то делаешь, и все хорошо. И ты спасен. В книге жизни твое имя. Все хорошо. Так вот, Кришна, все привлекающие, если Ему служить. Если Его эксплуатировать, не привлекающие. Не привлекает его. Привлекает Майя. В принципе, Майя, когда Шива Прабхупада объясняет нам о том, что Кришна нравится всем. Действительно, Он нам нравится, но через Майю. Майя мерцает, так мает нас. Говорит, иди сюда, тебе будет хорошо. Обманывает постоянно, но мы, тем не менее, привлекаемся.